Людмила Киселёва Она родилась с диагнозом миопия или прогрессирующая отмирание мышечной ткани, приводящая к полной неподвижности. Врачи сказали, что она вряд ли доживёт до 16 лет, но она дожила и пережила. Более того, она стала рисовать, заочно окончила заочный Народный университет искусств. В рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех» выставку её работ «Путь за пределы самой себя» привезли в Ульяновск, в музей «Симбирское купечество». Конечно, автор выставки не смогла приехать на открытие. Уже много лет она не встаёт с постели. Но увидеть её гостям выставки помог фильм из цикла «Женщины в православии», созданный известным кинорежиссёром Татьяной Маловой. Работы художницы удивительно светлые и лёгкие. От них веет теплом, нежностью и лаской, чувством радости жизни или лёгкой грустью и сопереживанием. Они призывают любить жизнь. Светлый человек. Светлый. Вот у меня эта фраза всё время, когда я говорю Людмилу Георгиевну, сразу возникает «светлый человек». Потому что она несёт свет, радость и своей жизнью, и своим творчеством. К сожалению, в конце 80-х годов Людмила Георгиевна перестала рисовать. Навсегда. Это не стало для неё трагедией. Просто начался новый период в жизни. Как всегда, её поддерживал муж Николай Милов, художник и поэт. Наша героиня помогает не только слабым. Она научилась помогать сильным. Благодаря её усилиям, Боровский храм в честь воздвижения честного и животворящего креста Господня обрёл вторую жизнь. Реакция элементарная. Там где-то через неделю уже было писем. В откровенной партии, в какой партии управленной культурой присылают 15 тысяч на реставрацию этого храма. Это как сказка какая-то. Просто иногда так вот рассудком как бы это и не воспринимаешь. Как-то к ней пришла подруга-врач и рассказала о брошенных грудных детях, которые живут в больнице, потому что их больше некуда пристроить. И тогда Людмила Георгиевна организовала Центр адаптации детей-сирот и инвалидов. К тому времени она уже могла владеть только кистью руки. Но этого было достаточно, чтобы взять трубку телефона и набрать нужный номер. Вот, например, Людмила Георгиевна меня глубоко поразил. Он взволновал и во многом порадовал и вдохновил. Потому что мы видим, что человек может преодолевать ограниченность своей телесной оболочки. И великие духовные силы могут сквозь эту ограниченность прорываться в мир и оказывать на мир свое удивительное и благотворное действие. У Людмилы Георгиевны Киселевой много помощников и друзей. Собственно, благодаря им была организована выставка в Ульяновске. Праздничным подарком ульяновцам стало выступление на открытии экспозиции гуслярам Любовь Басурмановой, московской артистки, давней подруги Людмилы Киселевой. Ее одухотворенно исполненные народные авторские песни гармонично дополнили атмосферу вечера. О, светло-светлое и украсно украшено зебра русская. Выставка продлится до 20 января 2019 года. Ирина Антонова, Новости Ульяновской Правды.